Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим, как играть на Windranger. Будем наблюдать за игроком X-Learn. Этот парень имеет 12 ранг, он не стоит ни в какой из команд и также не отображается как проигрок, но я думаю, что это временно. Также его основной соперник это Джеки, за которым мы наблюдали, и он сегодня также будет играть на Джекернауте. Он у нас тоже был вроде бы про Джагу, это его основная сигнатурка. Остальные герои, вернее игроки, ходят почти все в топ-200, имеют достаточно высокие ранги. В ВРке начальный закуп 3 танга, также мантия, цирклетка и айрон бренч. Стоять она будет против Магнуса, довольно приятный соперник, он ближнего боя, поэтому сильно напрягать ВРку не сможет. Ввызи у нас стоит Спектра вместе с Растой против Тимберсо и Худвинка, а в Хардзем Алхимик с Нюксом против, как я уже сказал, Джекернаута с Зевсом Пятеркой. Так, что у нас на линии? Вроде как особо никто не агрессирует, просто размениваются тычками, размениваются пауэршотами. ВРка имеет почти Грандмастера, вернее Икслиран имеет на ВРке почти Грандмастера, у него около 600 игр с винрейтом 60%. Первым делом, понятное дело, это у нас Боттл, успеет ли до второй минуты, но вряд ли. Остается 15 секунд, довольно сильно все просили по ХП, но особо никто сейчас не подвергается каким-то опасностям, потому что в ВРке нет шейклшота, чтобы как-то запокусить Магнуса, поэтому максимум, что они могут это уклоняться, Магнус от пауэршота, а ВРка от Шок Вейва. Да, правильно называется. Кстати, у ВРке второй стиль Арканы, первый стиль это у него красные волосы, а второй такие вот золотые. Выглядит прикольно. Прилетает Боттл и надо бежать за второй руной воды, потому что Магнус шел именно за ней и на самом деле мог вполне украсть две руны, если бы сейчас у него был завоз, и он бы, допустим, его дал, пытался завести, но понимал, что не завозят, но и сам проседает, словил пауэршот, поэтому нужно отходить, иначе сейчас ВРка может получить четвертый уровень, что она вкачает. Да, берет себе шейкл, раскачка, соответственно, на первых ловалах пауэршот, Виндран, на всякий случай, если у вас есть какая-то опасность на линии, здесь, понятное дело, ВРка боялась, если завезут вдруг за подвышку Магнус, соответственно, пригодился бы Виндран и на четвертом левеле берет себе шейкл. На третьей минуте бежит своровать баунти руну. Здесь саппорт не успел, Худвин как раз направлялась, но поздно. И сразу же делает телепорт в мид, здесь подходила пачка, Магнус на ЛУХП завозит ВРку подвышку, и, конечно же, наверное, это была не лучшая идея. Словил шейкл, хоть и ВРка его не связала, и проливает ферстблат на третьей минуте. Очень долго никто не делал никакой фраг. Отличное начало. Конечно, Магнус поверил в себя, когда на ЛУХП решил завести ВРку, но я думаю, он просто испугался. Было понятно, что в ВРке есть Виндран, соответственно, никаким образом он ее не мог споймать. ВРка пошла и забрала еще одну руну баунти. Странно, я думал, оставит алхимику, и просто передаст ему боттл, но нет, алхимик даже и не планировал. Это, возможно, алхимик четверка? Да, скорее всего, так и есть. Хотя нет, это не алхимик четверка, это алхимик тройка и нюкс четверка. Тогда очень странно, почему все-таки не отдали ему баунти. Первым делом у нас после боттла ид на скан, это Мэлшторм. Еще раз связала Магнуса, Виндран, дал пару тычек, но здесь, понятное дело, что добивать было, добивать, вернее, нечем. Поэтому просто отходит. Постоянно идет спам спелов, у Магнуса есть стеки, а у Магнуса нет стеков, это очень, мне кажется, большая ошибка. Учитывая, что против ВР-ки как раз-таки нужна возможность резко отхилить себе все хп. Ну, не все, а хотя бы сколько. Соответственно, Магнус почему-то не берет. На ТП улетела на базу, соответственно, пополнила боттл, и пешком бежит обратно. Вот это, конечно, так себе момент, мне кажется. Потеряла много времени. Хотя Магнус тоже куда-то ушел. Не видно его на линии. Но он направлялся вниз. Хотя, возможно, он тоже убегал на базу. И на телепорте прилетает в мид. По крипам у них, кстати, ситуация абсолютно одинаковая. 31 на 31. Единственное, что... Денаев немножко побольше у ВР-ки. По ценности. ВР-ки 2 700. Магнус имеет 2 300. Ну, за счет того фрага, который как раз и дал 400 голды ВР-ки, соответственно, вот и вся разница. По другим линиям. Так, там принимают Зевса. Загулял он что-то. Возможно, хотел украсть баунтируну. В итоге поплатился за это своей жизнью. Зашел слишком далеко. Затишье. Ставит Сентряк. Находит Апсеров. И бонусом получает 126 голды. Крайне спокойная игра. Даже не знаю, что сейчас скомментировать. Ну, видим, что ВР-ка все. Почти все время стоит в миду. Никуда особо не отходит. Там делаются стаки. Но вероятнее всего, что Алхимик стаковал это все именно для себя. Хотя, вполне возможно, что и Спектра Получит те стаки. Это будет тоже вполне логично. Ловит. И еще раз Зевса. Вбегает он к Рошану. Надеется, что Сможет задинаиться. И нет. Тычка прошла от Рошана по ВР-ке. Поэтому Зевса без проблем добивают. Еще и Ход Винг. Но его, правда, добил Своим станом Нюкс. Но тоже неплохо. Начало, в принципе, Складывается хорошо. По всем линиям. Вроде как. Хотя Видим, что в Изи У Спектры Огромные проблемы. Потому что разница по Нетворсу С Джиггернаутом У них просто огромная. На 8-й минуте Составляет 900 золота. Это Немаленькие цифры. В ВР-ке есть ДД-шка. И вот с ДД-шки Хотя нету фокус фаера. Поэтому 30 секунд, наверное, Стоит еще побегать. А потом можно выходить И реализовывать Активную руну. Магнуса можно попытаться. Хотя Магнус не самая Легкая цель. Крайне плотный. И без проблем Может от ВР-ки просто Уехать. Поэтому, скорее всего, Это будет ганг На Джиггернаута. Как раз вместе с Нюксом У них может получиться. Ну и видим, что Тимберсо Чувствует Просто прекрасно. Имеет Нетворс Такой же, как и у Мидера. У Мидера Дайр. Так, ВР-ка Летит наверх. Успеет ли спасти Нюкса. Очень важно, чтобы от него был Стан. Но нет, Стана нет. Так же, как и Нюкса. Зато отличный Шейкл по Джиггернауту. Моментально погибает. Пауэршот Немножко мимо. Прилетает также Магнус. Риверсполярить в одну Расту. Это, конечно, Провал. Стягивает. Вернее, заводит Двоих. Шейкл. Даблкил. Зевс. Тоже не уходит. И вместе с бутылкой Взрывается. Так. Куда здесь Худвинг пробежала Сквозь деревья. Нужно за ней бежать. Неужели отпустят? ДД еще длится очень долго. Есть Виндран. Просто пощадила его ВР-ком. Ну. Конечно. Это мило с ее стороны. Но потеряла Ультракил. И просто Отбегает. Вполне вероятно, Что побоялась, Что на помощь Прилетит еще Пару героев. Вражеских. Потому что к тому времени Они уже Возродились. Решила сыграть Более Саевого. Видим, что Отбегала и Пауэршотом На 56 секунде Сагрила крипов. Сделала себе стак. Тоже интересные Мув. Если нет проблем С маной, То Можете Брать на заметку. Магнус Подобрал хосту. Слышим в звуке Джиггернаута. Он фармит походу Лес Рейдент. Но по звукам Находился где-то рядом. Может быть и нет. Это я так Наугад Говорю. Очень много Кларити Узают ВВР. Ну, понятное дело, Что маны Расходуются Много. Поэтому Всегда нужно И пополнять. Есть уже Мэйл Шторм Находится на первом месте. 5300 Нетворса Курьера Курьера пропускает Мимо Потому что Есть цель Повкуснее. Это Расфиженный Тимбир 9 уровня Очень плотный Ну, это Тимбирсон Понятное дело, Что он будет Плотный Урон С ультимейта Почти не проходил По Тимбиру На полностью Заряженной Пассивкой Также Оформляют Худвинка Который в прошлый раз Выжил Не совсем удачный Шейкл В Магнуса Ни с чем не засыпил Деревья были Слишком Далеко Деревья спалялись И по спектре И к сожалению Не получается засейвить Погибает Кэрри Команды Радиант И Магнус Магнус Догорает от урны Фраг достается Алхимику И Верку Влетает На базу На самом деле Могла Мне кажется Остаться Там еще Хватало героев Которых Можно добить Но в итоге Погибает Раста И Тимбир Всех размотал Хоть и в начале Этот файт Начался Из-за него Но он успел Возродиться И так сказать Отомстить Всем Кто на него Напал Руна Невидимости Сразу же Активирует И Снова Бежит наверх Есть два Вкусных героя Вопрос Как их убивать Видимо Что урона Очень много От повершота Тем более Соответственно Джиггернаут И без проблем Забирает за прокаст За время действия Шейкла Ну Немножко Потом тоже Нужно было Дострелять С фокус фаера Отличный фраг Получает 285 голды Хотя в то же время Джиггернаут С таким Не самым Хорошим счетом 1-2-1 Все равно Чувствует себя комфортно Находится на втором месте По нетворцу У него Платина Кстати И по закупу У него уже есть Диффуза Дальше планирует Саша и Яшу Собирать А новая Рка Сразу после Мэлэшторма Планирует взять Себя очень раннюю БКБ Интересное решение Может быть Еще передумает Мне кажется Для БКБ Все таки Рановато Но возможно Не хочет Так сильно Отдавать свой стрик Ну а здесь Джиггернаут Допускает Критическую ошибку Погибает Треть раз подряд Здесь конечно Контроля было Просто Бесконечное количество И шейкл И стан И сетка И хекс Короче Он еще и левает Но я надеюсь Что они с концами Ставят паузу Конечно Если он сейчас Левнет То эта игра Не пойдет Никуда Но нет Он возвращается Возможно У него Залагало Либо он сделал вид Что у него залагало Чтобы его На него сильно Не бомбили союзники Магнус Он просто решил Ей не двигаться Оттуда Понял Что он в ловушке Неужели у него Так Где Магнус Непонятно Магнус Не у него не в кулдауне Его завод Поэтому Очень странно Что он решил Не уходить И просто Встал В ФК Верке Счет 9-0-3 Уже Богоподобие На 14-й минуте Ни разу Не смогли Ее принять Хотя Верка Такой герой Которого на самом деле Сложно убить Винран Крайне Хороший Эскейп Так Джиггернаут Снова Подставляется Ловит Хекс Ловит Шейкл В итоге Магнус Завозит Верку И вполне вероятно Что придется Отходить Хотя Включает Фокус фаер Книберсо Не самая удачная Цель Когда рядом Крутится Джиггернаут Которого нужно Обязательно Убить Джага дает Свой ультимейт По всем Пробежался Всех оставил На лоу хп Но никого не добил И сам И сам отправился В таверну В итоге Итоги боя у нас 2 в 3 900 золота Золота получили Рейзент И 400 Получили Дайр Ливает Зевс Я надеюсь Что он Переподключится У нас вроде как Еще ни разу не было Игры Когда Кто-то ливал И мы за этим наблюдали Хотя Зевса Не особо хотят ждать Какой у него вообще ранг 538 Это наверное Самый маленький Из всей команды Ну да Верка не передумала И покупает Себе А он еще не покупает Еще нужно на фарме 100 голды На 16 минуте Берет БКБ Я так понимаю Что она нацелена Свой стрик Не отдавать До конца игры Ну посмотрим Получится ли у нее Это реализовать Наконец-то Зевс Переподключился Дождолить Его Дайр Какой хороший Хекс От Расты Не хватило Одной Миллисекунды Для того чтобы Поймать Верку И в итоге Магнус Поплатился За Столь наглый Врыв С подноса Зевса Забирает Регенку Прыгает Алхимик Ставит тучку Тимбер улетает И в этот раз Алхимик Пожалел о том Что он Влетел Потому что Споймал Выстрел из арбалета От Худвинка И не пережил его От Ворс Верки Просто Потрясающе 9700 Очень наглый Фокус Файер Заметьте Как интересно Попыталась Засейвить Худвинка Бросила орех И соответственно Посадила дерево И перекрыла Соответственно Обзор Верки Девс Почти выжил Но Все равно Смогли его добить Хорошая Банка Застанила Двоих Ну и походу Не получится Засейвить Алхимика Заряжает Еще одну Еще одну Банка По двоим героям Очень кучно Стоят Дайр Ну и еще один Неудачный Режисс Полярити Который он отменил Ну хотя бы Успел отменить По собственному Желанию А не как в прошлый раз Из-за хикса Видно Что Дайра Разозлились Планирует Зайти Снести вышку Ну а Радиант Очень активно Дефуется Погибает Еще Нюкс Белка Только погибла От Фокус Файра Пауэршотом Вдогонку Стреляет По Магнуса Догорает От Орнеон И последнюю Тычку Наносит Верка Как раз Урна В тот момент Закончилась Поэтому Очень удачно Что она его Не отпустила Джиггернаут В хиксе Погибает Под вышкой Раз Установила Змейки Которые Также Вносят Много урона И последний Кто остался Это Тимберсон Тоже Погибает В итоге Размен 1.5 Хоть и Погиб Хэри Команды Радиант Но в любом Случа Размен Хороший 1700 Золотов Плюс Попадает Лук Отличный Артефакт Для Верки Сейчас Будет Дальность На 100 Больше Ну и плюс Пауэршот Будет Намного Вкуснее Урон Наносить Есть Уже 2700 Золото У Верки Но пока Все не покупают Шард Который Добавила На Фастбай Возможно Это будет Что-то Другое Возможно Артефакт Который Дает Урон Ну и да Она выбирает Не артефакт Который Дает Урон А Айон Диск Странный Выбор Конечно Зачем Айон Диск Когда Я же Ничего Не перепутал Ну да Это 100% Айон Но есть же БКБ А зачем Тогда Странное Решение Верка Очень боится Отдавать Свой Стрик Мне кажется Что Куда Лучше Бы Зашел Даже Какой Нибудь Дэдаллас Например МКБ Может быть Возможно Айон Диск Как раз Таки Против Выстрелов Худвинка Может быть А возможно Против Магнуса Который В нее частенько Прыгает Жигернос Сразу Поймал Стан И за Время Сетки Погиб Даже Особо Ничего Не сделав Тиммер Тиммерсот Тем временем Убивает Алхимика Видели Красивый Очень Повершот По Худвинку Получилась У них Такая Перестрелка Которая Победила Верка Задели Расту Магнус Уже Треть Раз Не может Нажать Свой Свой Ультимейт Никак Не находит Подходящий Момент 400 ХП Увы Рки Потрачен Уже И Айон Диск И БКБ Хотя БКБ Будет Через 5 Секунд Поэтому Можно Не Отбегать И И Идти До Конца Убивают В итоге И Тиммерсот И Магнуса Отличный Файт Преимущество Уже 10 тысяч На 20 Минуте Отдали Правда Нюкса Поэтому Вернулась Снова К Девяти Ну И Видим Что Заработали Радиант Ну И 1300 Заработали Дайр Хотя В итоге 3 В 5 Вот Такой Вот Был Затяженный Файт Вышка В итоге Так И Не Разрушилась Хоть И Остается У него Мало ХП Но Радиант Смогли Задеф БКБ Очень Прямо Так Нажато Зевс Я думаю Сразу Понял Что Ему Осталось Жить Недолго Алхимик Планировал Что Пойдут Заверки Враги Но Пришлось Взорваться Самому Хотят Наверное Рейдинг Зайти На Рошана Но Понимают Что Пока Есть Магнус Который Уже Очень Давно Нижал Свой Утимейт Он Он Не В Кулдауне И Пока Он Жив На Рошана Зайти Они Не Смогут Поэтому Находится Здесь Рядом Бегает По Треугольнику После Покупки Айон Диска Врка Хочет Собрать Сколбашер Сколбашер Тоже Интересное Решение Ну Конечно Под Фокус Файер Вполне Неплохо Периодически Стан Будет Срабатывать Но Сборка Крайне Необычная У Данного Игрока Опять же Он на ВРке Играет Далеко Не Первый Раз Вы Сами Видите У него Аегис Он 28 Уровня Так Что Почти Грандмастер Давайте Профиль Чекнем Вдруг Он Успел Апнуть Грандмастера За это Время Но Нет Не Успел По Это В профиле Не Отображается ДД У ВР Тем Временем Счет 19 08 На 22 Минуте Все Фраги Достаются Походу ВР Ну Да Если Посмотреть На Количество Ассистов У Остальных Героев То Становится Понятно Но Это Хорошо Хороший Латхит У ВР Спектры Конечно Ситуация Могла Быть И Получше Если Бо Бо Больше Фрагов Оставляли Спектры Есть Блэдмейл Монто Стайл Классическая Спектра Не через Саблю Снова Фокус Фаер В Джиггернаута Наконец-то Магнус Ультанул Его же Не сбили Да Не сбили Но Даже Несмотря на Его Ультимейт Видим Что Успеха Это не принесло Никакого И Файт Заканчивается Один в четыре 1700 Для Радиант ВР Сразу же Делает Телепорт В мид Я так понимаю Что этот Телепорт Был сделан Для того Чтоб Пропушить Вышку Пока действует ДД Не теряя Время Прожимает Фокус фаеру Т2 И Моментально Его Сносит Джигернаута С магнусом Не будет Еще 20 Секунд Поэтому Можно Попробовать Пройти Дальше Раста Может быть У нее Змейки Ну Нет Отходят Все таки Еще внизу Стоит Две вышки Вверху Есть Т2 Решили Не заходить Времени было Не столь Много Прилетает Схлбашер Выкладывает Талисман Справляет Его на базу Чтоб Продать ВРка Видит Тимбера Я думаю Что не рискнет Она в него Все таки Рискнула Правда Поймала Свой же Шеклшот Дизай Фокус Фаера Зевса Здесь Прожимает Фонарь Хотя Даже После этого Фонаря Его судьба Все равно Настигнула Точно так же Как и Тимбера Тимбера Также Зафокусили Пыталась Через Голема Застанет Ходвинка Но не получилось Скорее всего Расстояние Было слишком Большое Повершот Чекает Ходвинка И Также Ее Настигает Но От ВР Сегодня Вообще Никто Не смог Убежать В итоге Это 24 Фраг Нетворс 22000 Он просто Ну хотя Неудивительно Потому что Ноль смертей Такое Количество Фрагов Разница Ровно 10 тысяч По сравнению С тем же Джиггернаутом На втором Месте Находится Спектра Ну и У них Разница Тоже Огромная В спектре 14000 ВР 22000 Покупает Себе Травела Ну теперь Становится Понятно Зачем Она покупала Такую раннюю БКБшку Такую раннюю Айон диск Чтобы Никто Ее не смог Убить Никому Не отдавать Стрик И соответственно По-быстрому Закончить Эту катку Неужели Раста Сможет Соло Убить Магнуса Не знаю Как это Получилось Но Каким-то Образом Раста Раста Смогла Это Сделать 539 Галды Зарабатывает Такой Вот Сильный Саппорт По Артефактам Особо Ничего Не было Ну соответственно Просто Поставила Змейки И Продержала Магнуса Все время Время Сетки И время Хиггса Змейки сделали Всю работу За нее Бегает На помощь ВРК В спектре Но Поздно Так Сейчас рискует На самом деле Отдать свой Стрик Наконец Потому что Становится Одна Против Троих Жиггернаута Убивают Он моментально Бэйбекается Я думаю У него Просто Загорело Учитывая Что вся Команда Рядом А он Все равно Смог Погибнуть В принципе Они Диск И БКБ Реально Сделали Свою Работу И ВРК Выживает Очень Наглая Наглый Был Мув ВР Есть Есть Уже 2000 Что Что Соберет Следующим Артефактом Вопрос Но Смотря на Эту Сборку Это Может Быть Просто Все Что Угодно Почти По Одному Фрагу В Минуту Делает ВР 27 Минута 25 Фраг Это Будет У нас Нули Файр Если Конечно Успеет Она Его Собрать Потому что Остается Трон Уже Защищаться Только Т4 Две Стороны Пали Но Харду Как вы знаете Никто И не собирается Пушить Словила Выстрел Из Рыбалета Ходвинка Но Урон Небольшой Поэтому Для ВР Не больно У него В принципе 3100 ХП Пробитие Наверное Даже Будет Сложнее Чем Спектру Сколько Спектры 3000 Брони Конечно У него Будет Побольше Но ХП У Р Все равно Больше Падает Барак Вопрос Что Замышляет Дайр Почему-то Их Не видно Либо Два Варианта Либо Они Готовятся Устроить Последний Файт Или Они Просто Встали Афк И Смотрит Как Медленно Но Верно Падает Сначала Т4 А потом И их Трон Ну Как Показывает Практика На самом деле Чаще всего Все играют До конца Неужели Они Не Не Подерутся Единственный Зевс Стоит Внизу Худвинг Отстреливается Ну И Походу Джеки Третьего ранга Опустила Руки И На 29 Минуте Трон Падает Итоговый Счет 25 0 10 Не допустила Ни одной ошибки ВР Отличная игра Всем пока Продолжение следует